мы укладываем ламинат витекс положили первый ряд поставили такие вот упорные планки для того чтобы был температурный шов примерно размером один сантиметр и теперь вот эта планочка которая держит нам расстояние потом мы будем в конце закладывать кабеля под плинтус есть еще такая одна особенность как укладывать когда труба ламинат когда труба очень далеко от стены вот мы здесь сделали такой вот разрез соединили две планки и аккуратно теперь труба находится вот посредине ламината то есть нет щелей теперь будем укладывать второй ряд второй ряд сейчас я закреплю вот поставил чуточку выше еще выше поставим все зумки сначала соединяются на торце потом выкладываем поддольные зумки то есть как бы шив паз как правило по началу для тех кто начинает очень плагать первые два три ряда особенно когда полный ряда ну в принципе в качественном ламинате замки очень простые легко закладываются нужно быть внимательным для того чтобы когда соединяются планки не было зазора это не касается допустим польского имена плохого качества и китайского то есть мы сначала соединяем то есть мы сначала соединяем и таким же способом соединяем все остальные ряды в конце ряда мы делаем метку вот и отрезаем то есть мне не совсем удобно и отрезаем теперь отрезаем ну И закладываем последний ряд. Получилось два полноценных ряда. Тот остаток, который остался в конце, он переносится автоматом на начало. Но так как у нас здесь уже половинки есть, нам нужен перекресток. Мы берем ранее, который здесь уже был отрезан. То есть вот идет шов, он должен перекрываться более длинной планкой. Температурный зазор должен быть около сантиметра, то есть по всему периметру комнаты. И вот укладывается точно так же и третий ряд. В конце ряда, когда будет доходить до конца, там в конце отрезается лишняя часть. Точно таким же способом закладывается планка.